Что нужно знать о натальной карте каждой женщине? По сути, ответ астролога такой, что то же самое, что и мужчине, потому что карта бесполая, души, как правило, двуполые, андрогинные, и знать, что это навигационная система, что у нас есть тонкая невидимая анатомия энергетическая, и если про свои кости и зубы более-менее вы представляете их строение, есть это в учебнике анатомии, то духовная структура куда более изящная и изощрённая в этом плане. Ну и карта рождения является универсальным маршрутизатором, навигатором, посмотреть откуда куда в решении широкого спектра жизненных задач. Либо повысить свою эффективность, как быстрее изучить язык, как перестать выгорать, как не сомневаться до совершенно конкретных моментов, как устроить брак, как развестись, как выйти из конфликта, как судиться, как и быстрее приобрести недвижимость, как найти работу, как адекватно с неё уволиться, ну и прочее. Берём любой аспект любой жизненной ситуации, ловим там много всяких инсайтов, потому что сейчас люди живут в информационном избытке, и приходите в интернет или в книжный магазин, там на любую тему есть 125 советов, но они будут общие и, как правило, не работают. Требуется множество гипотез, которые вы оттестируете. А здесь карта – это штука частная, и вместо того, чтобы тестировать тысячу ниш, тысячу партнёров, или тысячу способов самомотивации, у вас будет один-два. Моя астрологическая позиция, что всем важно, как знать цифры, как знать буквы, то же самое элементы карты рождения, астрологические показатели – это космический язык, язык Вселенной. В моей надежде, вере и мечте, что когда-нибудь это будет таким же основополагающим знанием, как условные цифры. В конце концов, когда-то же было, что на всю деревню один писарь, сейчас вроде все писари, ну, более-менее. Конечно, этот процесс несколько модифицировался соцсетями, но какие-то буквы люди знают. То же самое и с астрологией. Я надеюсь, что все будут астрологами. Потому что тогда будет больше интересных людей в астрологическом клубе на обучении. Физически, если выпускники МФТИ из Стэнфорда будут интересоваться астрологией, мне хоть есть с кем передачи провести. Другое имя астрологии, что когда зову профессора нейрофизиологии ко мне в передачу «Люди Солнца», он вместо того, чтобы мурзиться и плеваться на астрологию, он скажет, вот, офигительно. Такая тема, приду. Ну, в том числе и для этого. Зависит от целей и задач, которые от этой астрологии требуются. На уровне обустроить свою жизнь и близких в комфорте, и не волноваться, и не переживать, точно любой. Выстроить какую-то невероятно огромную суперсистему, но по всей вероятности не любой. Себя и своих близких, да, прожить свою жизнь, свою судьбу по высшим этажам, с минимальным количеством ошибок и злоключений. Низший этаж животных, жить, как все, на автомате. Тревожимся, в интернете написали, вы доллар по 200 рублей купили, недвижимость за 3 копейки продали, убежали, потом кусаете локти. Высший этаж связан как раз с высоким уровнем. Просто это у каждого свое, кто-то рисует, кто-то танцует, кто-то книжки пишет, кто-то занимается политикой, кто-то религией, кто-то какими-то иными своими хобби и делами. Но это точно жизнь в комфорте, в достатке, в довольстве, в радости и ощущении своей именно истинной жизни, оно непередаваемо, невербализуемо. Кто вот этот поток поймал, тот ни с чем не спутает. Если вы пока не научились понимать свою карту на глубинном уровне, можете обратиться к астрологам лаборатории жизни, и они с радостью вам помогут. Ссылка в описании под этим видео.